Кубанские яблоки как альтернатива польским. Половину всех фруктов и овощей, произведенных сегодня в России, выращивают в Краснодарском крае. Сад-гигант полностью оправдывает свое название. Последние несколько лет компания удерживает звание крупнейшего производителя отечественных фруктов. Сады на площади больше 2300 гектаров. География поставок 44 региона страны, 45 регион, Международная космическая станция. Эти кубанские груши, сливы, персики и яблоки даже в космос летают. Хрустящие, сладкие, с медовым ароматом. Сейчас пора уборки сорта гала. Эти яблоки при правильных условиях хранения всю зиму пролежат. 77 тысяч тонн только яблок сад-гигант производит ежегодно. Новость о том, что на отечественном рынке станет больше места для своих производителей. В компании восприняли с энтузиазмом. Здесь говорят, новые сады готовы разбить уже осенью. И даже денег на поддержку не просят. Но есть другие нюансы. Рынок отечественным продуктом не насыщен сегодня. Поэтому для развития, пожалуйста, есть все просторы. Только лишь нужны условия. Даже не нужны деньги. Надо разобраться с налогообложением. Надо сегодня посмотреть в части пошлин ввоза техники, оборудования. То, что сегодня есть санкции, это здорово. Но еще если сюда присоединить условия, то это уже будет ласточка, а не скоростой поезд. На поддержку отечественных производителей правительство страны намерено направить не менее 50 миллиардов рублей. На создание специальной программы накануне заявил премьер Дмитрий Медведев. Создать как можно больше предпосылок в регионе для привлечения инвестиций, в том числе и государственных, в агропромышленный комплекс. Такую задачу сегодня перед министрельхозом Края поставил губернатор Александр Ткачев. В условиях необходимости импортозамещения, уверен глава региона, Край может и должен стать ведущим поставщиком продуктов. Я поручаю министрельхозу Края в кратчайшие сроки встретиться с нашими ведущими сельхозтоваропроизводителями, для того, чтобы выработать единую стратегию и, конечно, реально оценить наши возможности. Также прошу учесть все идеи и предложения наших аграриев, в первую очередь, малых и средних предприятий. И еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание, это цены. Нельзя допустить, чтобы нечистые на руку личности, предприниматели наживались на этой ситуации и искусственно звинчивали цены. И здесь очень важно работать с сетями, оптовыми продавцами, для того, чтобы мы могли насытить рынок, прежде всего местный, своими отечественными, кубанскими продуктами, дешевыми, вкусными, полезными. Вкусные, полезные и дешевле, чем у иностранных производителей. Интерес к кубанской молочной продукции после введения санкций в стране уже вырос. Нам обратились те партнеры, к которым мы раньше не могли достучаться. Мы на сегодняшний день вышли за границы края, мы поставляем нашу даже свежую молочную продукцию в Москву и Санкт-Петербург, и вообще в Центральную Россию. Миллион тонн молока в год производит сегодня Кубанитова. Хватает и на край, и на поставки в другие регионы. Количество зерна на одного человека сегодня в 3-4 раза больше, чем в среднем по стране. А вот с производством мяса не все так просто. Свои потребности край сегодня обеспечивает полностью, но не более. Темпы развития отрасли снизились из-за вспышки АЧС. АЧС наверстывает упущенное, а теперь за счет развития альтернативных видов животноводства. В любом случае это посыл для того, чтобы развивать собственное производство. Да, за один год, пока эти будут действовать санкции, конечно же сложно будет каким-то образом сильно увеличить значительно объем производства. Но можно за это время, в общем-то, наладить связи с торговыми сетями. То есть научиться работать с ними, как торговые сети научатся работать с нашим сельхозторопроизводителем, так и сельхозторопроизводители, в общем-то, войдут в систему. Решить проблему импортозамещения сегодня возможно, делая ставку не только на крупные предприятия. Сотни средних и мелких фермерских хозяйств хотели бы, но не могут пробиться на прилавке крупных сетей. Слишком сложные условия контрактов. Помочь с закупкой, хранением и доставкой продукции смогут крупные логистические центры. Возможность финансирования строительства таких центров рассматривает Минсельхоз России. На уровне края тоже готовый ряд предложений. В любом случае, новые экономические условия могут дать вторую жизнь агропромышленному комплексу не только края, но и всей страны. Я ждал этого несколько десятилетий. Мы в состоянии сами себя прокормить. Мы в состоянии России, в состоянии Европу кормить. Но не Европа, а России.